привет всем и добро пожаловать новый влог только что пришла с работы сделала себе смузи банановый мой любимый вот сижу пью и сейчас буду все разогревать дети придут муж потом покажу вам что я буду готовить с блетотайка как я обещала не блетотайка по-русски будет этот слоеного теста вот он мой реки сейчас 4 посылки пришло успела домой приехать вот он бы тут меня гавкал разрывался дарики хочу девчата вам показать папе немножко глоток холодный прям себе сделала наша погода ой какая прелесть вчера вообще солнце целый день было очень вкусные вообще люблю банан покажу вам погоду машина моя красная вон как пожаркой езжу рабочий мне уж тут все знают пожарка приехал соседи уже знают когда я дома когда я не дома вот он вот он вот он вот бегает и гавкает со своей едой как сигареты ходит тому его палочка он любит вчера девчата весь цветок по обрезала посмотрите олеандры очень люблю их на даче почему-то они у меня все повысыхали не знаю почему хотя я их как его поливала все равно но пальмы вот это олеандр у меня я вчера все витаминами полила залила на 5 литров там две столовые ложечки вам потом покажу эту какие витаминами я пользуюсь они у меня потом целое лето цветут один раз в месяц смотрите какая погода у нас вообще вообще вот он мой реки а мы вчера с ним яблочки уже убрали отсюда яблоки поубирала вот да буду не где-то в конце февраля у нас тут начнут уже белить красить стены вот эти вот полностью гирюз будут ставить на вот хочу немножко здесь поубирать цветы в эту сторону наверное уберу стол надо убирать полностью будет тут дом перекрашивать реки вот он косится только чтоб еду его не забирали все кто и он всегда у нас прячет еду свою но кто только дверь это позвонит все он уже бежит все вытаскивает давай быстрее все кушать все съедает что у него есть он сразу съедает я бы да никто у тебя не заберет это алё всем девчата вот теперь приступаем наконец-то к моему блето тайку сейчас я вам покажу расскажу что надо делать что я делаю как я делаю извиняюсь что затянула видео потому что у меня сейчас такой немножко плотный график а потом мне уже будет все окей с марта у меня уже будет много времени как бы меня будет и ну как я могу уже делать свою свою свои дела такие которые как мне будет более много свободного времени вчера чё я вам сняла это сегодня второй день уже в другой день вчера я девчата пошла на балкон сняла все думал пойду куплю этот одеваю вас фарточек любимый думаю пойду куплю этот слоеное тесто в дырку нашу сюда здесь недалеко и это как ушла зашла на дачу у нас удачи 10 минут все я полностью погрузилась в этой даче я забыла что надо делать этот рецепт хотела еще через снять ну как продать что там кое-что как увидела эти листья у меня там все летели соседи меня когда видят понимаете они как эти гуси они сразу смотрят в ябру я если туда захожу я забываюсь мне надо чистоту мне каждый листик надо убрать а если видят у нас там как она как сказать сразу как на фор как 1 как с дороги и да и все люди вчера столько людей ко мне подходило мне даже некогда с ними разговаривать совершенно чужие люди и все ой да сэшэн да сэшэн ну как дача нравится очень красиво да сэшэн не когда абсолютно даже даже а соседи меня как видят они начинают сразу работать вот как будто понимаете у них вот чистота такая я когда прихожу и они не сами даже говорят и когда приходишь нам надо работать они все стоят и начинают работ я бы но я сама по себе такой человек я говорю я не могу прийти хотя там пару листиков я убрала у меня автоматически я когда начинаю прихожу туда начинаю что-то делать все мне надо там убрать мне надо здесь убрать не надо листья убрать но все надо и вчера приехала домой семь часов уже вечера думаю блин какой там блетотайк сделала вафельки вам покажу одну вафельки у меня есть на канале вот ну давайте приступим так девчата вот вот такой вот блетотайк вот такое свое на тесто я всегда покупаю на как наполеон да на него говорят вот что вы сделаете сами что вы купите это то на это и выйдет поверьте мне я уже знаю он недорогой или 99 центов или ойра 29 не знаю толком он но он дешевый и я есть и т.к. и есть кауфлан ели и не знаю ну бишь тын есть потому что нет такого что привели не было все вот такой будем сегодня делать одну пачечку потому что у меня вафельки вот теперь посмотреть девчата я делаю как для семьи для дома всегда но если приходят гости в этой пачке 6 штук в этой пачке смотрите когда приходят гости например я беру одну большую делаю боден боден это просто низ я делаю и потом например когда склеиваете ну как собираете торт да потому что это не для так не для там не для хотя тут нарисовано вот такие вот всякие да но это не для наполеона я вам говорю потому что это каша это каша он во первых белый он не так сильно поднимается и когда вы начинаете там взбивать сливки там или какой-нибудь там это он и даете ему и тем более постой постоять вы можете представить что это такое это вы разрезаете он до того мягкий но тесто тесто но это мое мнение потому что я пеку только с этого он хорошо во первых поднимается он вот такой вот так вот он поднимается так все смотрите вот например гости приходят но я буду сегодня без этого делать только вот эти потому что торт я разрезаю сразу не даю ему постоять так значит будете делать вот так вот например да сделали его он как раз беленький как раз низ ему нужен и и потом вот вот такие я сейчас вам покажу ману 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 сейчас открою они именно в морозильных камерах продаются не там в холодильниках в морозилке где все тесто и где труфели продают где торт и такое декуга продают вот смотрите девчата вот такое вот тесто вы значит спекли вот это это просто чтоб собрать для гостей и потом вот так вот накладываете да но оно мне не не понадобится и вот это одна пачка тоже не понадобится потому что я вам уже сказала я делаю мало ну как чтобы покушать там на два дня до это я убираю только вот такое вот на 6 штук сделаю делаю я на 200 грамм сливочное масло уже как ну как в комнатной температуре и на банку сгущенки все взбиваю и еще подойдет заварной крем вот я разрезаю например сразу да и вот это тесто мне еще на следующий день хрустящий вообще ну как вкусный ну сейчас я вам покажу подождите так перевернула так вот они мои трубочки сами понимаете да если я сейчас буду тут например сейчас девчата сделаю подальше чуть буду делать например вот эти вот ну куда это сильно много мне будет ну вот это сейчас уберу уже я объяснила да и вот это вот я начну выпекать на 180 градусов вы сами увидите как ну как у кого какая как духовка да а вот они мои кто девчата меня смотрят они знают я не могу без трубочек не могу без завар ну как без вареной гущенки и орешки очень очень люблю так а сегодня у нас вчера была среда сегодня у нас четверг сегодня мне выходной но надо будет ехать на собрание но на улице я вам скажу тепло тепло хорошо на улице на выходные обещают до двух градусов даже до минус один градус но это только две недели температура такая будет и потом где-то в середине уже будет как мель да как облачность но будет сейчас смотрела как погоду да и будет как сказать сильно теплая температура и она будет идти очень как быстро да это тоже конечно плохо так ну все ставим на 180 градусов и начинаем выпекать наши коржики наше тесто девчата сейчас подождите смотрите сначала взбиваем масло вот наше масло и потом только вливаем сгущенку и еще разбиваем не прям не обязательно прям чтобы знаете такая густая была чтоб немножко она текла как сгущенка это да сильно прям густую не надо но я сейчас собью я вам покажу немножко я сейчас отключусь потому что она такая громкая у меня вот это вот миксер очень громкий так смотрите вот я сбила масло сбила уже масло теперь добавляю сгущенку так чтоб у меня миксер не упал надо аккуратно все досыпаю сюда сгущенку наливая вернее досыпаю говорим ну сейчас немножко собью покажу вам ну сейчас немножко собью покажу вам так девчата смотрите вот такая должна быть смотрите если вы видите что у вас сильно густая добавьте еще пол баночки сгущенкой потому что посмотрите видите вот такая вот вообще должна быть все оставляю пока отключусь потому что у меня еще блетотайк не готов посмотрите вот только я вытащила с духовки еще горячая вот 6 штучек посмотрите как они открываются как они открываются это вообще я говорю это самый-самый такой хороший как мой для именно наполеона как блетотайк да слоеное тесто девчата сбила я крем ну конечно самый можете крем брать заварной сюда еще подходит заварной крем знаете как вкусно будет но я хочу сгущенкой почему потому что у меня муж только со сгущенкой любит вот именно сгущенка масло чисто так по простому и поэтому я делаю со сгущенкой а когда гости я делаю и с заварным кремом отдельно и делаю отдельно со сгущенкой девчата смотрите тут я уже открывала сейчас одной рукой горячей еще посмотрите видите они сами даже открываются вот 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 12 штук у меня получается 12 штук как раз вот сейчас на семью и то у меня едят они 3 дня ой раскрошилось когда например я делаю да вот это вот где крошится чуть-чуть ну как я вам все покажу как я это делаю сейчас идет пар пускай они у меня немножко остынут и вот так вот их открою эти у меня прям сами в духовке открылись вот они все ждем чтоб они остыли и потом я вам покажу ну как я собираю торт ну приступим сейчас я вам покажу как надо смазывать как бы полностью не буду потому что наверное все знают да как смазывать вот беру я вот одну девчата раскрываю и беру именно вот с этой стороны да еще раз повторяюсь когда например гости берете тот большое слоеное тесто которое в холодильник положила все приступаем берем наш крем но можете еще заварной вот самый заварной и вкусный крем подходит именно к слоеному тесту чтобы вы знали никакую например сливки там с маскарпоне вот такое все нет только или масло и сгущенка или заварной крем все и вот этой вот штучкой ложим на низ прижали я всегда делаю по три вот ну один я взяла вот сделала в крошку и опять так же смазываем смотрите я прям не обильно так смазываю знаете чтобы вот такой слой был нет она потом она сильно впитывает и все а потом уже вот бока начинаю смазывать смотрите вот раз вот так вот смазала последнюю третью вложу и именно вот смотрите на низ все готово сильно высокой конечно получилось они что-то сегодня у меня экстремально сильно высоко поднялись углы ничего я не обрезаю смазали вот так вот это очень вкусно это очень легко это очень бюджетно хочу сказать да и это тесто все одинаково я раньше тоже делала даже когда вот дома сидела дети маленькие были делала вот это слоеное тесто знаете а потом оно то и на это и выходит и кстати одинаковый вкус ничего здесь такого разного нету а мне много девочек спрашивают таких вот которые вы знаете как ну молоденькие да вот как быстро бы вот такое и такое бы вот все сделать вот я и показываю вот девчата теперь беру с этой стороны смотрите какой он многенький отсюда взяла видите он даже крошится смотрите какая какая прелесть цак вот у меня видите и с этой стороны теперь посмотрите это все на место опять в крошку конечно тут заурай но ничего смотрите какая вот прелесть смотрите вот вам и готовый тортик разрезаю я сразу смотрите кто побольше кто поменьше хочет я сделаю так вот по чуть-чуть опять досточку не взяла девчата это моя уже третья вот эта вот гуми которую я под стилами но постоянно разрезаю у меня дочь не успевает заказывать но я аккуратно буду девчата смотрите сейчас вот такая вот красота у нас получается ну и все я вам показала сейчас я отключусь и когда я все сделаю я опять подключусь потому что я думаю все знают как надо смазывать ну вот посмотрите какая вкуснота две штуки уже нету уже продегустировали очень-очень вкусный посмотрите ну какая прелесть смотрите очень-очень вкусный делайте это во-первых быстро удобно без всякой конечно возни можно кто любит и так делать ну как слоеное тесто можно вот так вот вот мне вот этот способ способ вообще нравится я уже давно к нему как бы привыкла и постоянно еще раз говорю постоянно я его делаю именно с этого заварного именно слоеного теста именно вот такой вот чтоб был не такой вот как я вам показывала длинный длинный это когда боден делайте пол а потом уже наверх можете складывать вот все девчата мои орешки сегодня у меня все быстро-быстро потому что сейчас надо ехать у нас сегодня собрание в этом как его в церкви церкви у меня флегединст наша вот эта вот фирма у нас три фирмы четыре извиняюсь сто семьдесят человек фирма у нас каритас у меня фирма флегединст и мы все эта фирма извиняюсь от церкви еще раз я наверно уже говорила и мы сегодня каждый месяц собираемся но сегодня конечно надо будет пораньше там быть потому что уже говорила вот эти вот маски может быть маски от них уже как уберут эти от нас эти маски но я надеюсь нам сказали что в альтенгайме в больницах уже не надо будет но мы вот флегединст другие не носят вот мы носим я не знаю я говорю уже не могу в этих масках ходить еще надо вот эти белые пиццы одевать ну ладно девчата я опять со своими со своими масками со своей работой ну потому что каждый день одно и то же делаешь и как бы такое говорю ну все будем с вами прощаться завтра я не знаю наверное на выходные я встречусь с вами еще что-нибудь покажу вам вкусненькое может быть пойду на дачу покажу как я какими витаминами я поливаю свои цветочки которые уже как ну от мороза уже отпали не цветочки а листики как я их восстанавливаю и у меня дома тоже такой дюнгер есть как я тоже пальмы поливаю ну всем пока большое большое вам спасибо за просмотр всех кто меня всегда ждут и всегда вы где пропали я вам тоже так благодарна что вы меня всегда ждете спрашиваете переживаете где я хорошего вам дня у кого вечер хорошего вам вечера до встречи